приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам различные новости мира танков за последнее время во первых про карачуна у которого должен был закончиться фарм золота в этом году но разработчики продлили на весь следующий 2024 год фарм золота на карачуне точно такой же фарм как и был от 5 золота до 2500 единиц золота мне насколько я помню максимум выпадало 10 золото а так в основном всегда 5 я уже давно забил фарм золото на карачуне но если есть такие любители то на апнутом карачуне еще целый год можно фармить золото всего за год если фармить по 5 единиц золота на карачуне каждый день можно зафармить 1825 единиц золота но это нужно за год каждый день по одному бою сыграть на Карачуне 365 боев. А еще бывают такие случаи, когда на Карачуне не получается с первого раза получить ежедневное золото. Тогда получается боев больше. Мне в принципе надоело просто играть на Карачуне. По большей части я из-за этого не фармливаю золото. Потому что оно просто надоело. Ну и почти всегда выпадает 5, поэтому грустно как-то. Следующая новость это то, что в пятницу 29 декабря будет новогодний стрим у разработчиков Мира Танков. Там будут всякие мероприятия, розыгрыши там какие-то и также еще там будет какой-то показательный турнир или соревнования. Не суть важно. Самое важное и интересное это то, что разработчики там расскажут планы на следующий год Мира Танков. Что-то разработчики интересно нам расскажут. Надо будет это событие не пропустить, посмотреть и сделать для вас видосик. Рассказать, что там разработчики нам поведают, а также высказать свое мнение о том, что они там будут рассказывать. Также в прем-магазине появилась бесплатное предложение. Во вкладке лучшее, если пролистать там поглубже, можно найти резервы на опыт. Также такая же штука, возможно, есть еще и в магазине внутри игры, но это не точно. Я на сайте нашел. Также с 22 декабря по 7 января у нас будут новогодние аркады. Но самое смешное, что в них не работает улучшенный, увеличенный фарм от всяких бонусов новогодних и всего остального. Видите ли, разработчики придумали, что это режим чисто отдохнуть, почилить, кайфануть от режимчика, новогодняя атмосферка там туда-сюда. Ну да, люди там по 200-300 тысяч серебра с бонусами фармят каждый бой, а мы веселимся там, снежками друг друга поливаем. Ну, в принципе, да. А в новогодний аркадный режим я, в принципе, наигрался еще на тесте, поэтому там есть, конечно, небольшие награды за какую-то цепочку простейших заданий, но наградки там слабенькие. Но можно зайти и их получить. Там можно получить 50 тысяч серебра, 100 тысяч серебра, один день према, а также по несколько коробок маленьких новогодних. Стоит ли ради таких наградок 10 боев играть в аркаду, решайте сами. Следующая новость, о которой я хочу рассказать, это то, что в следующем патче 1.24 или как он будет называться, 1.23, что-то там еще, у нас будет новая ветка японских тяжей. Также у нас еще будет ап китайских тяжелых танков ВЗ-195А. Там будет очень хороший ап и девятку, десятку. Очень хочется мне покатать уже, но надо дождаться. Также у нас будет еще ап М48 Паттон, американская ветка средних танков. Там, я думаю, что Паттону девятого уровня, а также Першингу восьмого уровня очень сильно надо подкрутить пушку, потому что ну уж очень какие-то они старые. Хотя эти Паттона, Першинги уже апали много-много раз, но все как-то никак. Казалось бы, Першинга недавно апали, он вроде как прикольный стал, но вот туда-сюда и опять. Также еще будут апать ветку американских тяжелых танков, ветка Йох. Эти Йохи, там практически вся ветка очень слабая и не очень, очень, не очень. Я надеюсь, альфовую пушку нормально так подкрутят, чтобы она была играбельная, поскольку она прям вообще убогая. Йохи занимают по статистике практически последние места и в рандоме их просто нет вообще. Никто на них не играет. Ветка получилась просто ужасная. Также у нас еще будет происходить нерв японской ветки ПТ-шек, а именно ветка Хори-3. На экране вы сейчас ее видите. Есть люди, которые понимают, что этот танк сильный, ну а также есть очень много людей, которые не понимают вообще что сильного в этом танке и зачем его нерфить. По статистике конечно Хори-3 очень высоко, а также по статистике еще очень высоко, ПТ-шка седьмого уровня, она реально там сильная. Вот эти два танка скорее всего и будут больше всего нерфить. Стабилизация конечно у Хори-3 очень дурацкая и снаряд летит коряво. Финальная точность конечно по цифрам хорошая, но по сути эта хорошая точность ощущается только метров на сто или на пятьдесят. Когда стреляешь в дуалит, конечно смешно. Бой на фоне который вы видите, это я уже там мучился с оборудованием как мог и поставил экспериментальную турбину где есть стабилизация. Также я еще поставил УМП где тоже есть стабилизация. Танк хоть как-то начал там иногда попадать с горем пополам. Также я еще поставил за инструкцию плавный ход для того, чтобы на ходу стабилизация была лучше. То есть я все что мог поставил на стабилизацию. До этого у меня стояло все на точность и точность у танка была 0.26. я вообще никуда не попадал. Сделал точность хуже, но поставил все на стабилизацию стало наоборот лучше. Не знаю что будут нерфить японским ПТшкам. На мой взгляд если их нерфить то скорее всего из рандома они пропадут. По ощущениям вообще на них играют в основном статисты. Или хотя бы игроки средние или чуть выше. Мне кажется что слабым игрокам Хури 3 не особо зашел. Какой-нибудь Е4 или Яга или еще что-нибудь там типа Гриль игроками наверное средними или ниже среднего намного лучше чем этот Хури 3. На нем все же надо играть от скилла на скорости и активно проводить весь бой. Тогда на нем получаются какие-то цифры. А теперь представляем активно играющего среднего или ниже среднего танкиста на Хури 3. Конечно еще очень много веток нужно апнуть и ту же ветку ИСа 7 там очень ужасные слабые танки есть такие как ИС-3 257 объект одни из худших на уровне там хуже некуда. Также еще ветка японских тяжей Type 5 Heavy Type 4 Heavy это просто ужас какой-то. Тоже танки одни из худших на уровне. Эти танки наверное первые претенденты на то чтобы их улучшить. Но вот еще какую проблему хочу затронуть это то что почему все эти годы не апают ветку ИС-7 и начинают рассказывать идеального баланса не достичь ТР-ПР трали вали Ну во-первых никто и не старался в этот идеальный баланс это первое А второе это то что зависит все в основном от популярности Если бы ветка советских тяжей была бы не популярная вообще ее бы уже давным-давно апнули Но поскольку какая-никакая популярность у советских тяжелых танков на наших серверах есть их не апают потому что они заполонят весь рандом ИС-7 наверное прокачан у всех Как только его апнут его в рандоме будет очень много А он сейчас и так встречается иногда А вот какой-нибудь Йох непопулярный Его можно там апать переапывать Их рандоме вообще нет абсолютно Он там в начале когда ветка вышла чуть-чуть появился и исчез То есть игра всегда делается не ради идеального баланса или идеальной игры Она к этому и не стремится Она больше балансирует ветки по популярности Если танк имбовый и популярный это признак того что скоро его можно и понерфить Если ветка не популярная и не имбовая это признак того что ее можно бы и апнуть чтобы поднять популярность и погонять людей с ветки на ветку Поэтому я вам рекомендую просто прокачивать ветки ставить танки в ангаре и пускай стоят Они как некоторые продают потом выкупают в итоге теряют на этой перепродаже очень много серебра Вот у меня допустим все ветки в игре прокачаны танки все в ангаре стоят И чтобы там разработчики не апали и не нерфили я в любой день могу на любой танк сесть и поиграть Сегодня разработчики один танк апнули я сел на нем поиграл Завтра другой я могу сесть на него поиграть Я не привязан вообще к этим апам нерф и мне на них все равно Когда-то давно да я выбирал любимый танчик буду играть на этом потом его выкачал его понерфили или не успел докачать сидишь с грустным лицом или я играл 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 на любимом танке его понерфили и что с ним делать продавать что ли да нет просто садишься на другой танк и все да это затрата времени ресурсов в игре чтобы прокачивать ветки и ставить их в ангаре но с другой стороны чем еще заниматься в игре поэтому на мой взгляд лучше собирать танки а не просто продавать их как только их понерфили потом когда-нибудь этот понерфленный танк опять апнут да это будет не скоро но потом он у вас уже будет в ангаре и вам не придется на него фармить или серебро откуда-то еще брать продавать другой понерфленный танк покупать этот это ни о чем это просто беспонтовое занятие на долгой дистанции это только вам в минус будет поэтому если танк ужасный но популярный то его апать точно не будут поэтому если хотите чтобы какой-то танчик апнули ну наверное надо чтобы он исчез из рандома и тогда разработчики о нем может быть вспомнят и скажут блин но этого танка уже лет нацать не было в рандоме пора его реанимировать а чтобы какой-то танчик понерфили надо всем рандомом на него сесть и наебать весь рандом но с другой стороны вопрос когда по нерфе тогда супер популярный биг 261 и когда на 10 уровне пт-шек станет поменьше но здесь разработчики почему-то не хотят уменьшать популярность видите ли артоводом не на чем играться будет ну а рандом на пт-шках по 10 штук в каждой команде видимо очень классный рандом в общем и целом какой вывод из этого всего следует что в следующем патче который будет после нового года очень сильно сменится мета и самые популярные имбовые танки тоже поскольку у нас произойдет во первых нерв самой имбовой по статистике пт-10 и самого сильного танка седьмого уровня пт-шка японская во первых после этого нерфа сменится мета скорее всего должен вылезти повыше китайский китайская пт-шка не популярная но она очень сильная И пока она не популярная и очень сильная Рекомендую на ней поиграть И девятка и десятка там реально классные Пока она не станет супер популярной И не задушит рандом Можете спокойно на ней играть Ее не понерфят Тем более она недавно только после апа Также интересно насколько сильно себя начнут проявлять Китайские тяжелые танки Очень хочется поиграть снова на девятке Ну и заодно на десятке Вот такие вот у меня новости С вами был Варчик, играть красиво Подписывайтесь, ставьте лайки Всем удачного дня и пока